Кокламская роспись, Чкаловский гипюр, Казаковская филигрань. Чего здесь только нет. Выставка народный формат, народное искусство, как национальное достояние, просто поражает разнообразием промыслов и историями мастеров из разных краев нашей страны. Татьяна Карьева, например, занимается любимым делом. Роспись у матрешек уже более 30 лет. В ее личной коллекции несколько тысяч изделий. Любовь к этому кропотливому делу родные привили еще в детстве. Смотрела на дедушку и маму, рассказывает художница. И тоже захотелось попробовать. Вот вокруг кауры создается творческая. Когда ты погружаешься в этот называемый портал, ты там творишь. Ты забываешь о том, что ты хочешь куда-то поесть, попить. То есть это такой творческий процесс, в котором ты находишься и можешь как сколько угодно долго. Еще одна участница выставки Галина Котова. Сама родом из Балахны. Творческий путь начала в 1980 году. Тогда она впервые пришла в творческий кружок по плетению кружева. Занятие захватила с головой. Позже стала руководителем городской мастерской и стала преподавать. Со всеми учениками наделится всеми накопленными премудростями. Это не каждому дано. Это не каждому дано. Были такие, что приходили, ой, хочу, ой, хочу. Женщина садится за работу и дел не идет. Одного желания мало. Надо что-то, наверное, внутреннее, внутреннюю какую-то тягу иметь. Эта выставка стала первой в своем роде. В прошлом году была удостоена гранта президента Российской Федерации, а теперь реализуется на площадках крупнейших центров на территории Среднего Поволжья. В рамках экспонирования будут проводиться множество мастер-классов. Для гостей выступят фольклорные коллективы, а также организуют круглые столы, где обсудят проблемные вопросы народного творчества. Мы в народный промысл сейчас не лучшие времена переживаем. Все по домам, по деревням разъезжаются мастера. Продолжают работать, но это уже как бы единичные, это наши корни, это наши традиции. Если мы этого забудем, то все тогда. Практически мы ничего с собой не будем иметь. Это наше то, чего нет нигде. Чудо-выставка будет радовать нижгородцев и гостей города до 7 июля, а дальше отправятся колесить по стране. Работы народного творчества ждут в Казани, Саранске, Йошкороле и Чебоксарах. Анна Давыдова, Ренат Бегбаев. Время новостей.